Вопрос 1015. Третий том «Открытым оком». Ответьте подробно, почему можно вскрывать гробницы святых, если канонами это категорически запрещено? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. А кто и где сказал, что разрешено вскрывать? Бог дал очень ясное повеление относительно нашего тела. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и вправ возвратишься. Согласно Библии, никаких мощей не должно быть, тем более дробить их для антиминцев и прочее. Все это пришло намного позже, когда Евангелие оказалось совершенно ненужной книгой. Были случаи, завещали перенести свои тела с одного места на другое, ввиду перехода еврейского народа из Египта. Бытие 47.29. И пришло время Израиля умереть. И призвал он своего сына Иосифа и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мою и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, и не похоронишь меня в Египте. Мы православные сделали сопленниками, совершенными рабами подобных традиций относительно мертвых тел, и выйти из этого положения и не можем, и не хотим, и боимся. Как написано у Достоевского братьев Карамазовых в главе «Великий инквизитор» «Мы исправили твой подвиг», измысленна совершенно новая религия под названием православие, совершенно не опирающаяся на Евангелие. Любители терзаний и расчленения мощей, тел умерших людей, трупов ссылаются на случай с телом Елисея. 4. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полщище, погребавшие, бросили того человека в гроб Елисею. И он при падении с ним коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги в свои «авычки». Разве это основание для того, чтобы терзать чужой прах, закладывать его в кресты мощевики? Все это языческий метод достижения святости механическим путем. Умирая, Семен Столкнович заповедовал не брать от него даже единой волосинки. Но Патриар взял на память одну волосинку, и рука у него отсохла, положил на место и стал здоров. 1 сентября. 5 апреля. Марко Финский, умирая, заповедил Серапиону, кавычки, «Ничего не бери от мощей моих», кавычки. 25 июля. Феврония. Кто хотел взять часть от ее мощей, разбросанных мучителями, у того руки отсыхали. Раздавался гром, и было землетрясение. 15 сентября. Никита. Взяли от его мощей один палец, и взявшего отсохла рука. 13 декабря. Девстрати еще при жизни дал такой наказ. От тела не брать ничего. И даже явись сейчас эти святые, чьи мощи разнесли по всему свету, и во имя всемогущей Троицы, под страхом анафемы на взявших, если потребуют вернуть их законным владельцам, не отдадут никогда. Самые настоящие дикарские обычаи. Да еще и злобится, когда об этом говоришь, что особенно характерно для одержимых дьяволом. Ни воскресения, по подобию, как от тела Елисея, нигде больше не было. Ни угроз от святых не боятся. И если бы именно эти святые стали бы просить им их же тела отдать, не отдадут. Криком будут вопить. Но как отдать, если так придумали, что если этих частичек не будет? То живые священники ровным счетом ничегошеньки уже не значат. Не могут без этих частичек мощи литургию совершить. Да ведь надо же было так придумать, связать себя этим и стать теперь уже полными заложниками своих же постановлений. Продолжение следует...